МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый полис выдавался согласно образцу утвержденного Кабинета министров. Он до сих пор остается в силе. В этот день в 2001 году в Казани завершился первый международный конкурс молодых артистов балета. Его участниками стали 70 танцоров из 10 стран, артисты балета и учащиеся хореографических школ от 18 до 25 лет. Первую премию получила солистка Санкт-Петербургского театра оперы и балета имени Мусоргского Елена Шекшина. А первую мужскую премию получил солист национального балета Южной Кореи в Юг-Юджан. Фестиваль до сих пор проходит в разных городах мира раз в 4 года. А мы переходим к событиям этого дня. И вот главное. Владимир Путин вновь обратился к жителям страны. Выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. О чем он говорил сегодня, расскажет Слават Мухаммад Улян. Разобранные ограды и снятые балки. И самый последний дом для нас, для всех. Кто совершил такой вандализм на кладбище села Монзарас, разбиралась Юлия Муратова. Свалили и оставили. Вы уборщица? Нет, готовь. Что за гора пустых бутылок появилась в Казани, узнал Дмитрий Аринин. На долгую службу. Данная техника оснащена рукавами двух видов. Татарстанским пожарным вручили новый автотранспорт. Какой он и куда направится, узнал Рамин Шайдулин. Они спешат на помощь на своем автомобиле. Я решил сидеть не дома, приезжать каждый день из Арска, помогать пожилым людям поставлять продукты. Почему автоволонтеры не считают намотанные километры и потраченный бензин, узнала Вероника Гойнадинова. В Татарстане выздоровели еще два пациента, зараженных ранее коронавирусом. В общей сложности от болезни излечились 10 человек. Новых случаев заболевания в республике за минувшие сутки не выявлено. Всего в Татарстане был зарегистрирован 41 факт заражения. В России за сутки подтверждено 1175 новых случаев. В стране на этот день 8672 заболевших. В мире пандемия охватила 1 миллион 400 тысяч человек. 83 тысячи скончались. Выбора сейчас нет. Режим самоизоляции и его испытания надо непременно выдержать. Так сегодня Владимир Путин вновь обратился к жителям страны. Президент выступил в начале онлайн-совещания с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом. Владимир Путин дал сразу несколько ключевых поручений. Это и выплаты врачам, и помощь безработным, и семьям с детьми. Обо всем подробнее слова от Мухаммадолина. Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Владимир Путин уже в третий раз сделал обращение по ситуации с коронавирусом. Президент принял решение о дополнительных мерах поддержки. Первое. Выплаты в течение трех месяцев врачам, работающим с больными коронавирусом. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей. Выплаты по 50 и 25 тысяч рублей получат и работники скорой помощи. Что касается тех, кто потерял работу с 1 марта, то в течение трех месяцев им будут выплачивать по 12 тысяч помощь и семьям с детьми. Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Те, кто остался без работы после 1 марта, будут получать дополнительно до июня по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Меры поддержки бизнеса поручены разработать правительству и Центральному банку за ближайшие 5 дней. Выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. На связи с Владимиром Путиным были руководители всех регионов. Слушал его и Рустам Мениханов. Глава государства поручил регионам разработать меры, чтобы предприятия аккуратно возвращались к работе. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Казань. Сразу после совещания Рустам Мениханов посетил Республиканскую инфекционную больницу. Здесь он поговорил с врачами, которые сейчас находятся в самом центре борьбы с вирусом. Перед посещением президент облачился в специальный защитный костюм. Врачи получили созданный в Татарстане первый в стране мобильный комплекс быстрой диагностики инфекционных заболеваний. Система стационарная и ориентирована на мультидиагностику. За 10-20 минут дает результат практически стопроцентной точности. Для этого требуется элементарно сделать забор биоматериала из носоглотки. Временный инфекционный госпиталь открыли и в травматологическом отделении РКБ. Рустам Мениханов осмотрел 4 блока с двумя сотнями коек. Здесь как терапевтические, так и реанимационные палаты. Президенту республики сообщили, в случае необходимости работать будут 15 бригад, но их можно увеличить вдвое. Для координации работы врачей составлена подробная схема, начиная с дезинфекции на входе. Рустам Мениханов хвалил врачей за самоотверженность и призвал к полной готовности оказать необходимую помощь заболевшим. И сообщил о решении Владимира Путина о дополнительных выплатах врача. Семьям с детьми дополнительная поддержка. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно документу, с апреля по июнь, имеющим право на материнский капитал россиянам, ежемесячно будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Обратиться за выплаты можно до 1 октября, обеспечить выдачу порученным пенсионному фонду. Вопрос дефицита медицинских масок может быть закрыт уже в самое ближайшее время во всем Татарстане. Нижнекамскнефтехим закупил специализированное оборудование для производства масок. Ткани готовит предприятие Polymatis, расположенное в особой экономической зоне Алабуга. Как налажен процесс и хватит ли сырья, увидел Рамиль Галиулин. Эти белые гранулы — полипропилен. Его производством занимаются на Нижнекамскнефтехиме. От труб до различных упаковок. Из него можно сделать практически все, в том числе и нетканые материалы. Этим уже занимается компания Polymatis — дочернее предприятие Нижнекамскнефтехима. Ткани идут на сельское хозяйство, строительную сферу и медицинскую. Во время последнего визита на предприятие Рустам Миниханов поручил Polymatis и компанию Нижнекамскнефтехим проработать вопрос изготовления медицинских масок из материала, который производится здесь. Нам в Москве нужны республики. Давай договорись, если проблемы там вылечиваются. В компании отмечают, поручение президента выполняется в оперативном режиме. Если в январе спрос на материал для пошива масок был на уровне 5-7 тонн в месяц, сейчас нужно от 100 до 200 тонн. Это реально и 10, и 20, и 30 миллионов. Все зависит от того, от наличия тех предприятий, которые могут производить это масло. Важно исключить из этого процесса потенциальных спекулянтов и перекупщиков, которые хотят погреть руки на ажиотажном спросе, подчеркивают на заводе. На сегодняшний день с компанией Таткехмедсмаром у нас уже заключены контракты, где мы уже отправляем свою продукцию, они уже работают дальше. В ближайшие дни Нижнекамскнефтехим и Поле Матис запустят собственное производство масок. Это будут изделия на 100% сделанные в Татарстане. Рамиль Галиулин, Тимур Бекмурзин, Роман Безменов, ТНВ, Алла Буга. Очередного справочного дельца задержали сотрудники УБЭП, сообщает республиканский штаб. В Зеленодольском районе на стоянке торгового центра 40-летний мужчина продавал справку от работодателя. За этот псевдодокумент просил 2000 рублей. Как выяснили, в этом ООО мужчина работал раньше, и оно было ликвидировано еще в 2007 году. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка документов». По ней грозит до двух лет лишения свободы. Я предложил 2000. Что? 400 рублей доставки. Что доставки? До города Зеленодольска. Вину свою признаются? Признаются. Раскаиваются? Раскаиваются. 500 литров антисептика на сумму 260 тысяч рублей. Такой доход от продажи нелегальной жидкости, содержащей 75% спирта, планировал получить 33-летний житель Елабуги. Его задержали сотрудники экономической безопасности в Челнах. На нее у мужчины не было соответствующих документов. Сейчас все изъятое отправили на экспертизу. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. Такой же сомнительный продукт реализовали еще два челнинца. По их делу также идет проверка. Металлические ограды сняты, палки разобраны. Жители села Марзарас Кокмарского района буквально пришли в ужас, когда увидели, в каком виде находятся могилы их усопших родственников. На этом же кладбище находится и могила Героя Советского Союза Сабира Ахтямова. Кто осквернил память предков и удается ли восстановить, на место отправилась Юлия Муратова. Все вот эти ограды разобраны были и раскинуты. Эти кадры снял один из жителей села Марзарас. Придя на кладбище, он не узнал могилу своего умершего родственника и нескольких соседних захоронений. Металлические ограды кто-то разобрал по частям. По словам местных жителей, здесь было разобрано около 10 металлических конструкций. Некоторые стояли рядами, некоторые и вовсе валялись рядом. Например, у этой могилы вандалы сняли ограду с кирпичей и разобрали также внутренние балки. По словам смотрителя кладбища, такое он не видел никогда. Как узнал о случившемся, тут же сообщил родственникам усопших. Они уже своими силами вернули над гробием прежний вид. Посмотрел, там такие ситуации здесь. Вот потом уже милиция и прочее, значит разборка. Об акте вандализма тут же сообщили в полицию. Сначала полагали, что вандалам понадобился металлолом, но с кладбища ничего не пропало. Местный мула назвал это настоящим осквернением памяти ушедших. Кладбище и самый последний дом для нас, для всех. У нас вообще очень чистое и облагороженное кладбище, вы сами видите. И вчера это был какой-то нонсенс, но полиция быстро отреагировала. Под печатком пальцев подозреваемого нашли быстро. Им оказался 47-летний мужчина, местный житель. Недавно его выписали из психиатрической больницы. Теперь его ждет очередная медицинская экспертиза. Данный преступление считается резонансом для сельской местности. Поэтому сотрудники, отработав на месте происшествия, в настоящее время установили предполагаемого лицо, которое совершило данное деяние. Подозреваемый, в зависимости, я думаю, будут проводиться психиатрические экспертизы, в зависимости от этого, вплоть до принятых мер медицинского характера. На этом кладбище похоронены герои Советского Союза Сабир Актямов. Его могила, к счастью, осталась нетронута. Юлия Муратова, Алмаз, Единов, ТНВ, Кокмурский район. Судебные решения и паспортные данные жителей Казани оказались на свалке. На улице Камиле Якуба экологи нашли выброшенные архивные документы крупного российского банка. По словам местных жителей, три недели назад бумаги привезли сюда на газели. Все это время они лежали в открытом доступе вдоль гаражей. Площадь несанкционированной свалки больше ста квадратных метров. Сейчас по факту уничтожения документов недолжным образом заведено административное дело. Виновнику грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Возможно, кредитной организации грозит еще одно дело за нарушение закона об обработке персональных данных. Минут пять приехал, белая машина, крытая. Вот уехал и сами тоже через пять минут, наверное, везет через окно трубки. Номер тоже не ездил. Было установлено, что данные отходы, документы принадлежат российскому банку. На сегодняшний день идет расследование для установления виновного лица, для привлечения к административной ответственности и, естественно, ликвидации данной свалки. Помогите! Огромная гора битых бутылок рядом с жилыми домами, где бегают дети и могут порезаться. С таким призывом о помощи в нашу редакцию обратились и жители Казани. Наша съемочная группа выехала по этому адресу на улицу Гвардейской и действительно увидела свалку стеклотары высотой в несколько метров. Кто этот царь горы и что ему грозит, узнавал Дмитрий Аринин. А вы кто? А вы кто? А мы телевидение. Свалка тары не пустует, но что это за люди, что там делают, нам так и не сказали. Ничего не такая не организация. Вы уборщица? Нет, за что? Несколько метров в длину и два метра в высоту. Гора бутылок без стекеток, стекла и мешков. Здесь, как мы видим, бутылки лежат в ящиках. Как говорят местные жители, эта свалка тары старая, когда появилась уже и не вспомнят. Почти год, наверное. Ну, здесь все заграждено было, вот недавно только все убрали. Да, некрасиво, конечно, все это выглядит. Уже давно, года два, наверное. Года два? Возможно. Но я подавал, кстати, в этот народный контроль. Вот. И? Отписались то, что будут делать. По нашей просьбе на это место сегодня приехали инспекторы Министерства экологии. Они обошли всю территорию. По соседству сетевой магазин, склады, автосервисы. Тут есть кто-нибудь? Все, кого сегодня увидели, сказали, что не знают, чьи это бутылки. Нарушение серьезное констатируют в Минэкологии. По административному кодексу юрлицам грозит штраф от 100 тысяч рублей. Предстоит установить владельца стеклотары и этого земельного участка. Бутылки, у них очень долгий срок разложения, там более 200 лет. Поэтому, естественно, это грубое нарушение, это не должно быть такого. Я думаю, что когда мы установим право обладателя, в кратчайшие сроки данное нарушение будет ликвидировано. Ликвидацией свалки заняться должен как раз-таки ее виновник. В эти дни в республике как раз стартует санитарный экологический двухмечник. Рассказать о свалках мусора можно по телефону горячей линии. Дмитрий Иринин, Азат Самигулин, ТНВ, Казань. Сообщение о свалке высотой в два этажа мы получили на наш WhatsApp. Его номер 8-987-420-0101. Сообщение принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Это новости Татарстана и смотрите далее. Они спешат на помощь на своем автомобиле. Я решил сидеть не дома, приезжать каждый день из Арска, помогать пожилым людям поставлять продукты. Почему автоволонтеры не считают намотанные километры и потраченный бензин, узнала Вероника Гайнадинова. Особый режим он и для питомцев особый. Я мою с мылом, так же как и себе руки, поскольку наши питомцы, как наши дети. Страшен ли собакам и кошкам коронавирус и как пытаются их защитить хозяева, расскажет Алия Херудинова. Онлайн-уроки в школах могут перейти на одну платформу. Об этом сегодня рассказал Рустам Миниханов. Президент подключился к дистанционным занятиям в Лениногорском техникуме и в Набережно-Челнинском лицее. Сейчас в республике на такой формат обучения перешли 1402 школы, 96 СУЗов и 41 ВУЗ. Сегодня преподаватели попросили обратить внимание на качество интернета. Рустам Миниханов заверил, что операторы уже работают над этим. Ученики, в свою очередь, спросили президента, надолго ли затянется дистанционный формат. Вы, молодые, быстро осваиваете. Нам немножко сложнее, но мы тоже будем стараться не отставать от вас. Поэтому я хотел бы пожелать вам хорошей учебы, чтобы эти времена сложные, они пройдут. Вы не беспокойтесь. Как пандемия тормозит следствие, а суды и силовики защищаются от коронавируса, читайте в интернет-газете «Реальное время». Они спешат на помощь на своем автомобиле. Доставлять продукты и лекарства пожилым на самоизоляции взялись автоволонтеры. Раньше добровольцам приходилось ездить на такси, а сейчас они могут помочь пенсионерам даже из ближайших городов и районов. А те, кто ради доброго дела не считает километры, расскажет Вероника Гануденова. Куда едем? Профессиональный спасатель на воде Амир Мамин после ночной смены снова помогает людям. Только на суше. Уже неделю на своей машине развозит продукты пожилым на самоизоляции. Волонтер он начинающий, но говорит в сложное время. Не жаль ни время, ни машину, ни бензин. Это надо сердцем прочувствовать, что ты полезен другим людям. Наверное, вот этот вот аспект самый сильный мотиватор. Он гораздо сильнее материальной мотивации. Заявки от пожилых разные. Автоволонтеры выполнят любую. Доедут и до определенной аптеки, и в магазин не тот, что поближе, а тот, который нужен. Так, руки обрабатываем же. Безопасность для пожилых главная у волонтеров. Перед выездом измерения температуры, после всегда маски, перчатки, обработка антисептиком. Большое спасибо за терпение, за заботу о нас. Очень приятно. На одну такую заявку уходит до полутора часов времени. А заказов волонтеров день как минимум пять. Получается полноценный рабочий день. Но такой график не пугает волонтеров. Только в Казани добровольцев на машине больше сорока. По республике около ста. Предприниматель Руслан Аглиев приезжает помочь пенсионерам специально из Арска. Я решил вот так. Как будто я вышел на месяц в отпуск. Вышел в отпуск, просто от дома сидеть, заниматься своим делом я не хочу. До этого мы все это делали уже на такси. Когда у нас появились замечательные люди в виде волонтеров на автомобиле, стало все гораздо удобнее и легче. Потому что мы понимали, что в этой машине можно оставить продукты, зайти в аптеку взять. И еще можно зайти, получается, уже в больницу взять рецепт. Сегодня продукты и лекарства из Казани пожилым привозят даже в Зеленодольск, Высокую гору и Арск. Кстати, автоволонтеры после смен довезут до дома и врачей. Вероника Гойнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Мы еще раз напоминаем, пожилым в период пандемии нужно оставаться дома. Особо осторожными в эти дни нужно быть людям с хроническими заболеваниями. Список болезней, требующих строгого соблюдения самоизоляции, опубликован в постановлении Кабинета министров республики. Так, лучше в эти дни совсем не выходить на улицу диабетикам, астматикам и тем, у кого диагностировали злокачественные образования и лейкозы. Внимательнее нужно быть и тем, кому трансплантировали органы или ткани, а также у кого есть хронические болезни почек. Татарстанский опыт СМС-разрешений заинтересовал и другие регионы страны. Как рассказали в Министерстве цифрового развития республики, с вопросом по работе системы обратились уже из Ростовской, Саратовской и Тюменской областей, Чувашии, Мордовии, Приморье и Карачаево-Черкесии. Подобную систему хотят запустить и в Красноярске. Наш корреспондент Салават Мухмадолин в прямом эфире телеканала ТВК рассказал, как в Казани получают СМС-разрешения. Система, в принципе, работает. Салават, раз уж Казань первая запустила электронные пропуска, давайте первый вопрос будет именно к вам. Как эта система у вас работает? У нас 1 апреля действует эта система и тебе спокойно дают время, например, чтобы выехать на дачу. Я это делал сам в воскресенье, отправлял СМС, мне дали два часа поехать туда-обратно. Ну, то есть туда, и когда обратно нужно было ехать, я снова отправил СМС и спокойно вернулся, все успел. Владельцы домашних животных чаще и тщательнее стали мыть лапы своим четвероноги. Хоть и режим самоизоляции, без прогулок к животным нельзя. А с улицы можно любую инфекцию занести. Особенно пугает коронавирус. Страшен ли он питомцам, а главное, могут ли собаки или кошки стать переносчиками смертельной болезни? Ответ у Олега Рудиновой. Густую шерстку веслоухого барсика сбривают, на лапку устанавливают катетер. В последние дни кот стал вялым, перестал кушать. И только УЗИ показало, вместо колбаски барсик съел мелкую игрушку. И теперь его готовят к операции. И таких, как барсик, много. Вот Муся только отходит от наркоза. Ветклиники из-за коронавируса пока принимают только экстренных пациентов. Врачи заявляют, ни кошки, ни собаки не могут быть переносчиками вируса. А вот заразиться им от человека могут. Возможно гипотетическая передача от человека к кошке или собаке. Но не наоборот. Если человек все-таки заболел новой коронавирусной инфекцией, он должен оградить себя от своих домашних питомцев. А это Орам. Привыкшая гулять со своей хозяйкой по 5 часов в день, сейчас осваивает новый режим. Прогулки теперь только рядом с домом и всего 2 часа. Соседям на прокат для прогулок собаку не дают. Чтобы хоть как-то развеселить любимца, у Дарьи и игрушки с собой и лакомство найдется. Да и гигиену усилили. Сейчас моем антибактериальным мылом. Я протираю подушечки водкой, например. Потому что средств у нас антисептических, как все знают, не хватает. Лапу дашь? Лапу дай. Лапу дай мне. Ора оказалась очень умной собакой. И просто так к чужим людям она не привыкает. А вот к новому режиму, где приходится чаще мыть лапы, привыкла быстро. Ора не убегает в парке. Сама подает лапы, чтобы помыли. Ветеринары уверяют, коронавируса четвероногим бояться не стоит. А вот привить от других инфекционных заболеваний надо. В топе болезней как были, так и остаются. Ампероплазмоз, кальцевироз, чумка, панлейкопения. Олег Ирудинова, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Не будет дыма и огня. Татарстанским пожарным в поселке Высокая гора сегодня вручили новые машины для тушения огня в лесах. Техника также позволит не допускать возгораний. Машины отправятся в самые отдаленные лесные станции, чтобы контролировать ситуацию. Они закуплены по федеральному проекту сохранения лесов, который входит в национальный проект экологии. В деталях рассмотрел транспорт Рамиш Айдулин. Шесть ключей вручают шести лесхозам. Они от мобильных и проходимых газов, традиционно вручаемых районным пожарным. На протяжении девяти лет в республике Татарстан лесных пожаров на лесном фонде не допущено. Данная техника как раз будет подспорьем для сохранения пожарной обстановки. Эти машины практически те же, что уже стоят на вооружении пожарных, но не везде. На отдаленных станциях еще был старый транспорт. Отличительная особенность нового. В его больших колесах, чтобы проехать по любому бездорожью. Как вы сами видите, уже сейчас на данный момент в лесу трава очень сухая. И это дает возможность быстрого возгорания лесов. За одним из таких лесных участков следит Алексей Александров. Показывает, насколько много уже сегодня валежника. А к лету станет еще больше. Но новые машины проедут даже сквозь него. Они очень мобильны, проходимы и очень нужны для лесного хозяйства. Данная техника оснащена пожарными руками. Двух видов 55, 1 и 70. Случись пожарной, его борьбу выйдет новое оснащение. Потушить огонь помогут вместительные трехтонные цистерны. Средства пришли по национальному проекту «Экология». В его рамках на покупку техники в Татарстане будет выделено почти 46,5 миллионов рублей. Пять грузовиков и один лесопожарный комплекс выезжают на места несения службы. В Ольметьевские, Арские, Болгарские, Заинские, Камские и Мамадышские пригородные лесхозы. Машины будут стоять на страже самых отдаленных лесов республики. А у нас на этом все. Оставаясь дома, будьте в курсе всех событий вместе с нами. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Агрофирма «Атабайская» реализует суточные гусят и утят. Яйца гусиные и утиные. Недорого и с доставкой. Телефон в Казани 212-11-53. Внимание! Акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». Журнал «Телесемь». Каждую среду свежие эмоции. Здравствуйте! Теплый антициклон будет управлять погодными процессами в республике в четверг. Подробности после полезной информации. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в «Данилмастер» 2-167-166. Или приходите в «Казань» в «Останье-23». По данным сервиса «Яндекс.Погода» в «Бугульме», «Баблах» и «Ознакаево» будет облачно. Вероятность осадков будет небольшой. Днем станет значительно теплее – 12-14 тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, несмотря на облачность, температуры начнут повышаться. Осадки не ожидаются – плюс 15. В Агрызии, Менделеевске и Актаныша ожидается облачная погода. Без осадков – очень тепло – плюс 14. В Арске, Кукмаре и Балтаси ожидается облачная погода. Без осадков – плюс 13. В Болгаре, Дрожженом и Буинске теплые воздушные массы принесут значительное повышение температур. Вероятность осадков будет небольшой – довольно тепло – плюс 10-15 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше также очень тепло – до плюс 15. В последующие сутки характер погоды существенно не изменится. В Казани ожидается облачная погода. Вероятность осадков будет небольшой. Днем до 14 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы – 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха – 58%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Берегите себя и своих близких.